Википедия В основном это люди, которые при этом как-то хотят нести свет окружающим, но не в рамках инструкции, не в рамках своих прямых должностных обязанностей и прочего. Есть такое понятие, как эпидемическая свобода. Соответственно, для меня это тоже было интересно. Я могу в Википедию писать практически, ну естественно писать в научном стиле, со ссылками на соответствующие источники, о тех вещах, которые интересны лично мне. В настоящий момент в русской версии Википедии лишь 1356 избранных статей и 100 из них принадлежат Дмитрию Мартынову. Базовых интересов, наверное, будет три. Первое, это психология так называемого выдающегося человека. Я писал довольно много о художниках, о путешественниках, о Миклухе Маклайе, например. С другой стороны, вот эти же люди, это уже принят моего второго интереса. Это высшая школа, это история образования, это история науки, все, что с этим связано. И третье, ну это то, что по латыни называется месцеланая. Месцеланая это набор разных сочинений разных авторов на разнообразные темы. То есть в буквальном смысле именно то, что левая нога захотела. За 12 лет работы в Википедии профессор написал 406 статей и переработал еще 156 на самые различные темы. По словам Дмитрия Мартынова, накопление знаний для будущей статьи может занять всю жизнь. Некоторые темы он начал изучать еще в далеком детстве. И, как отметил профессор, приступать к написанию хорошей статьи можно тогда, когда человек до предела наполнен знаниями по выбранной теме. Если брать физически от начала подбора литературы до оформления текста, ну, наверное, по времени это сопоставимо с написанием обыкновенной серьезной научной статьи, скажем, для издания Вакалископус. От трех до пяти месяцев. То есть самое главное же только не в том, что ты постоянно этим занимаешься, да, ты же еще живешь обычной жизнью, ты ходишь на занятия, ты преподаешь, ты оформляешь какие-то документы, у тебя потом таких работ много. К слову, о самом Дмитрии Мартынове также имеется статья Википедии, написанная коллегой из историко-архивного института РГГУ профессором Михаилом Бабкиным. Диана Желенкова, Лев Халиулин, Универ Ньюс.